Велоспорт Мы провели чемпионат открытый и первенство Омской области на треке по новым правилам. Раньше проводились гонки в программе Омниум. Шесть видов гонок проводилось. Сейчас эти правила изменились и ввели четыре групповые гонки. Это гонка темпа, гонка с крэтч, гонка с выбыванием и гонка групповая по очкам. Теперь это программа Омниума. Зрелищный керинг, где финальному спринту предшествует несколько кругов с установленной скоростью, также видоизменился. По новым правилам проходит жеребьевка. И теперь спортсмены движутся за лидером согласно вытянутому номеру. Проезжают дистанцию в три круга, после чего разыгрывают между собой спринтерский заезд. По словам экспертов, это уменьшает травматичность. Да и сами спортсмены усматривают в новых правилах только плюсы. Одним из факторов победы, правда, становится везением. Сегодня тебе повезло? С позиции, да, пятая позиция. Все главные соперники были у меня на виду. Все сразу у меня сложилось. Новые правила сейчас намного легче вели. Получается, круги сократили. Вместо девяти стало шесть, по-моему. То есть вместо финишных трех с половиной, когда мотоцикл отъезжает, стало, по-моему, три. По итогам трехдневных стартов в Керине у юношей первое, второе и третье места заняли Константин Репин, Никита Стрелков и Нестор Ефименко. В омниуме золото, серебро и бронза среди мужчин у наших спортсменов. Павла Воржева, Дмитрия Мурашко и Никиты Колганова. Первое место у юношей занял Виктор Инкеев. Серебра удостоился представитель Ленинградской области Никита Стрелков. А бронза осталась за мячом Константином Репиным. Среди девушек победила Мария Иванцова из Омской области. Ей уступила Ангелина Слободчикова из Свердловской области, а третье место у Амички и Катерины Курбатовой. В следующий раз спортсмены выйдут на старт только в 2017 году. В ближайшее время их ждет восстановительный период и подготовка к новому сезону.